16 декабря Тверь отметила очередную годовщину освобождения города от немецких захватчиков. Прошел уже 81 год с тех важных исторических событий. Центральным местом проведения торжеств стала Площадь Победы, где прошел митинг. Участие в нем приняли ветераны Великой Отечественной войны и вооруженных сил, члены молодежных и патриотических объединений, курсанты военной академии ВКО, воспитанники Суворовского училища, юно-армейцы, а также жители города. Немецкие войска стремительно ворвались в Калинин. Всего за несколько дней из тылового он стал прифронтовым. А еще через несколько его заняли немецкие части. Несмотря на сопротивление советских войск и непрекращавшиеся трое суток ожесточенные бои, 17 октября 1941 года город почти полностью перешел под контроль немцев. Но героическое сопротивление наших войск и самих горожан не прекращалось. И уже 16 декабря 1941 года Калинин освободили от гнета немецко-фашистских захватчиков. Эта военная операция стала одной из первых больших побед советских солдат на фронтах Великой Отечественной войны. Сегодня у нас с одной стороны трагический день, потому что в этот день мы вспоминаем вам всех, кто отдал свою жизнь в годы Великой Отечественной войны за освобождение города Калинина, Тверской области, всей нашей великой и прекрасной страны. И с другой стороны это день гордости, потому что первый областной центр Советского Союза, город Калинин, 16 декабря 1941 года был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Это день, когда нам стоит вспоминать, это день, когда нам стоит гордиться, это день, когда мы еще раз должны вспомнить, какой ценой, какими усилиями давалась нашему региону родному, нашей стране победа. При освобождении Калинина погибло более 20 тысяч человек. Потери мирного населения составили более 2,5 тысяч человек. За время оккупации пострадал и сам Калинин. В центре города были разрушены здания, разграблены фабрики. Жители начали активно восстанавливать столицу региона сразу после освобождения. В боях на территории Калининской области участвовал Иван Евгеньевич Колоткевич, воевавший на Ржевско-Вяземском направлении. А сдерживаясь силой был Ржевско-Вяземский плотар, который сдерживал наступление немецких войн. И в течение ноября месяца наши войска готовились как к обороне, так и к наступлению. 5 декабря 1941 года Калининский фронт, который был образован 17 октября 1941, пошли в наступление. И в результате этого был освобожден город Калинин. Война коснулась практически каждой семьи и почти в каждой могут рассказать свою историю. Хранит память о Великой Отечественной войне и молодежь Верхневолжья. Лично для меня эта дата очень значима, потому что в моей семье есть участники Великой Отечественной войны. И все участники, которые воевали в те суровые годы, они воевали за мирное небо над нашими головами. Они отдали все за мир во всем мире, поэтому настало наше время защищать и созидать на благо Отечества. Участники торжественного митинга почтили минуты молчания память героев Великой Отечественной войны. Возложили цветы к подножию обелиска Победы.